Привет, друзья! Лето, жара. К духовке подходить и близко не хочется, и даже к холодной, так как сразу рефлекс срабатывает и пот бежит в три ручья. Сегодняшний рецепт как раз для такого времени. Ягодный тарт без духовки. Все очень просто, а главное, почти прохладно. Заранее необходимо приготовить заварной крем-патисьера. Рецепт есть уже и в блоге, и на канале. Ссылку найдете под видео. Его нужно как следует охладить, и потом в нужный момент просто разбить венчиком, чтобы он снова стал гладким и однородным. Для приготовления коржа понадобится печенье. Берите какое-нибудь нейтральное, не сильно сладкое, и чтобы вкус был не сильно узнаваемым. Печенье помещаем в блендер и измельчаем в мельчайшую крошку. Кроме печенья в корже будет миндаль. Он сделает вкус более интересным. Его также измельчаем с помощью блендера почти в пудру. Измельченные печенья и миндаль хорошо перемешиваем и добавляем растопленное на водяной бане или в микроволновке сливочное масло. Тщательно все смешиваем. Тесто готово! И теперь остается выложить его в форму. Я буду использовать обычное кольцо. Можно использовать форму для пирога, тарта. Если используете кольцо, подложите под него пергамент. Если используете форму, ее также можно дополнительно проложить пергаментом или пленкой, чтобы можно было легко извлечь корж. Выкладываем смесь и равномерно распределяем по дну и стенкам, создавая бортики. И отправляем в холодильник на 30-45 минут. Корж должен хорошо застыть. В хорошо охлажденный полностью застывший корж выкладываем заварной крем-патисьер, равномерно его распределяя, заполняя корж до самых краев. Сверху остается все завершить свежими ягодами. Я буду использовать клубнику. Для этого разрезаю ее пополам и выкладываю на тарт. Можно сделать это хаотично, в каком-то произвольном порядке, а можно придерживаться какого-то рисунка, как вам больше нравится. Для того, чтобы десерт дольше сохранил свой красивый внешний вид, ягоду сверху можно покрыть лимонным или лаймовым желе. Замачиваем в холодной воде желатин. В отдельной чашке смешиваем сок лайма или лимона. Добавляем немного сахара, горячую воду. Все хорошо перемешиваем и добавляем желатин, предварительно его отжав. Снова все перемешиваем, даем смеси хорошо остыть до комнатной температуры и аккуратно с помощью кисточки смазываем ягоду сверху. Она становится еще красивее, блестящей, глянцевой. Вид ее долгое время останется свежим, а цвет ярким. Сверху тарт можно украсить листиками мяты или посыпать, например, фисташками. Фисташки на клубничном фоне это очень красиво и вкусно. И отправляем в холодильник, как следует охладиться. Тарт готов, а мы совсем не употели, духовка даже не включалась. Сплошные плюсы. Вместо клубники можно использовать любую другую ягоду, малину, голубику, смородину. Можно использовать и фрукты, в общем, подключайте фантазию. Хрустящий корж со вкусом миндаля, нежнейший, ванильный заварной крем, вкуснейшая свежая клубника. Это просто идеальное сочетание, очень вкусно. Подробный рецепт, как всегда, сможете найти в блоге. Ссылку найдете под видео. Там же список ингредиентов. С вами был Саша, Кукин Тайм. Пока-пока! Мама запрещала мне разговаривать с набитым ртом. Вообще, мама мне ничего не запрещала. Это я так, для красного словца. Мама, привет! Вы ведь заметили, что я сегодня сам, как клубничка? Да-да-а-а!